Всем привет! На связи Роман Селихудинов. Сегодня мы с вами сравним компас 3d и Solidworks. Будем сравнивать интерфейс. Это долгожданное видео, надеюсь вы его поддержите лайком. Многие сейчас переходят из Solidworks в компас 3d, кто-то наоборот, а кто-то сталкивается с такой ситуацией, что придя на предприятие приходится работать в двух системах. Надеюсь это видео поможет сориентироваться в интерфейсах этих систем. Обязательно подпишитесь на мои другие соцсети это Яндекс Дзен, полная копия моего YouTube канала, Telegram канал и группа ВКонтакте. Все ссылки будут в описании. Желаю вам приятного просмотра. Интерфейс, который сейчас у компас 3d, он появился в семнадцатой версии в 2017 году. До этого интерфейс не менялся 14 лет. Для чего изменили интерфейс? В первую очередь, чтобы пользователи из других систем, таких как Solidworks, Autodesk Inventor и других, чтобы они, перейдя на компас 3d, не ощутили большой разницы. То есть, чтобы был бесшовный переход. Сегодня мы с вами разберемся, получилось ли у ОСКОН сделать этот бесшовный переход из одной системы в другую. Начнем с запуска системы. При запуске Solidworks открывается окно «Добро пожаловать». Здесь можно создать новый документ, деталь сборка, либо чертеж. Выбрать один из документов, который недавно вы открывали. Также папочки недавние, которые посещали. Можно открыть ресурсы, посетить. Есть вкладка «Недавние». Здесь только документы, которые вы недавно открывали, либо создавали. Можно воспользоваться фильтром и показать, например, только детали, либо только чертежи. Также есть вкладка «Узнать». Здесь различные учебные пособия. При запуске Компас 3D открывается стартовая страница. Здесь также отображены документы, которые недавно были открыты. Также можно нажать по кнопке и открыть новый документ. В центре расположены типы документов, которые можно создать в Компас 3D. Визуально значков больше, но на самом деле в Solidworks можно создать все эти же документы. Например, листва деталь также создаются в документе деталь. Сварные конструкции также создаются в документе деталь. Трубопроводы создаются в сборке. Текстовые документы, то есть различные пояснительные записки и инструкции, они все создаются в документе чертеж. То есть по создаваемым документам здесь паритет. Вернемся к рассмотрению стартовой страницы. Справа здесь вызов справки. Новые возможности можно почитать о том, что изменилось в новой версии, и также различные учебные пособия и различные сайты. Ниже под создаваемыми документами есть подсказки. Можно полистать и почитать очень полезные подсказки, но на языке современном, так скажем, лайфхаке при использовании Компас 3D. Перейдем к самому интерфейсу. Начнем с Solidworks. Я сейчас открою сборку изделия опора. Вот она. И давайте рассмотрим интерфейс. Вверху главное меню. Здесь ниже Command Manager. Инструментальные панели. Инструментальные панели меняются в зависимости от открытого документа. Ниже идет дерево конструирования. Это у нас рабочее окно. Панель инструментов управляемого просмотра. Справа панель задач. Рассмотрим интерфейс у Компас 3D. Открою изделие опора. Перестрой. Вверху расположено главное меню. Ниже инструментальные панели. Слева наборы инструментальных панелей. То есть выбираете набор, например, листовое моделирование. И инструментальная панель здесь меняется в соответствии с набором инструментальных панелей. Слева дерево построения. Под инструментальными панелями панель быстрый доступ в центре графическая область то есть бесшовный переход в какой-то мере получился в правом верхнем углу у компас 3d есть поиск по командам например я сейчас напишу слово фаска вот команда фаска мне открылась также указан путь к этой команде и отсюда можно запустить данную команду вот я его запустил у solidworks не только поиск по командам но также по справке по файлам и моделям и также есть вот ресурс мой solidworks справка у solidworks она онлайн но также можно вызвать локальную справку если убрать галочку использовать онлайн справку то справка подгрузится локальная сейчас я поставлю галочку опять же использовать онлайн справку и запущу справку онлайн вот справка онлайн в компас 3d справка локальная в 21 версии справка стала в браузере но она у меня некорректно работает сейчас я нажму клавишу f1 вот справка сейчас открылась в бета версии 21 у меня справка вот так некорректно работала и сейчас вот я заново собрал компьютер с нуля все установил 21 версию и справка также некорректно работает я не знаю в чем дело возможно это какой-то частный случай но справка у меня не работают должным образом при переходе пользователей в компас 3d из solidworks и autodesk inventor они столкнутся с тем что первое время будет непривычно вращать модель в компас 3d вращение моделей назначена на правую клавишу мыши нужно нажать правую клавишу мыши и вот так вот перемещать модель будет вращаться если нажать колесико мыши то модель будет перемещаться solidworks наоборот если нажать колесико мыши и поводить мышкой то модель будет вращаться а перемещение здесь задано опять же нажать нужно control и колесико мыши вот перемещение модели если нажать shift и колесико мыши то здесь будет увеличение уменьшения также пользователи столкнуться с тем что инверсия по-другому в компас 3d настроена solidworks если колесико мыши кручу на себя модель увеличивается если я колесико мыши кручу от себя модель уменьшается по умолчанию в компас 3d наоборот и сейчас я покажу где это настроить нужно зайти в меню настройка далее параметры система далее общая раскрыть и мышь и здесь вот поставить галочку изменить направление вращения колеса мыши не знаю почему так сделано по умолчанию по умолчанию вот так вот поэтому обязательно ставьте галочку чтобы при вращении колесико мыши на себя у вас деталь увеличилась ну а если от себя делаете колесико мыши то деталь чтобы уменьшалась непонятно почему сделано так и также непонятно почему назначили на правую клавишу мыши вращения ведь до 17 версии вращение было нажатием колесико мыши напишите в комментариях почему так сделали чтобы расширить рабочее пространство solidworks можно кликнуть в команд менеджере и убрать галочку использовать большие кнопки с текстом посмотрите рабочее пространство увеличилось сейчас я верну обратно также с 21 версии solidworks появилась возможность отключать команд менеджер вот я галочку убрал и посмотрите рабочее пространство по максимуму увеличена и опять же включил команд менеджер рассмотрим в компас 3d здесь если кликнуть правой клавишей мыши по панели можно выбрать чтобы две строки было можно выбрать одну строку опять же сделаю три строки можно также отключить отображение панелей и вот посмотрите рабочее пространство по максимуму увеличена включу отображение панели обратно рассмотрим изменения размера значков я зайду в настройки интерфейса размеры значков и текста у меня сейчас стоит стандартный можно выбрать средний и также можно выбрать крупный после изменения размера значков нужно обязательно перезагрузить компас так как посмотрите здесь пропала резкость ну какое-то размыливание появилось если перезагрузите то этого не будет опять же сделаю размер значков стандартный рассмотрим размер значков solidworks зайду в настройку размер кнопок от малый выберу средний размер и сейчас выберу большой размер вот так выглядит большой размер значков сделаю опять же по умолчанию вы обратили внимание что размер значков в дереве конструирования он не менялся в компас 3d когда я менял размер значков то здесь вот надписи также увеличились а в solidworks посмотрите они не увеличились опять же верну solidworks дерево конструирования можно не только расширять но и уменьшать до минимума вот так вот в компас 3d такое сделать нельзя сейчас я поменяю размер значков здесь посмотрите дерево построения увеличить можно а уменьшить нельзя рассмотрим изменения цвета значков в компас 3d можно сделать значки цветные по умолчанию они монохромные мне монохромные больше нравится из того что есть вот если выбрать цветные так это выглядит также можно изменить тему давайте выберем темную тему вот так выглядит темная тема not с темной темой такие значки еще более менее хорошо смотрятся но это опять же лично для меня со светлой темой не очень хорошо такие значки смотрятся посмотрим на темную тему solidworks зайду настройки цвета здесь фон стоит светлая я выберу темно и нажимаю ok фон графической области меняется отдельно можно сцену поменять сделать просто белый можно сделать вот такой фон серый еще поменяем вот такую сцену можно сделать вот такую такую и опять же мы вернулись сделаю тему по умолчанию сейчас у меня включена графика real view как ее включить на непрофессиональной видеокарте я рассказывал в одном из видео но я заметил что с 22 версии solidworks опция графика real view уже включена даже если у вас игровая карта то есть не обязательно должна быть профессионально сейчас я отключу графику real view и покажу как будет выглядеть сборка в компасе графики real view нет сейчас я тему сделаю светлую посмотрите на значки я сейчас запущу библиотеку материалы и сортаменты для компас и мы посмотрим на значки которые там есть материалы выбрать материал вот открылось окно выбора объекта и посмотрите какие здесь значки и какой цвет здесь вот серый лично для меня если бы у панелей был вот такой серый цвет и такого цвета значки такой четкости то было бы намного лучше давайте я сейчас еще нажму по кнопке выбрать материал чтобы открылось окно материалы и сортаменты для компас вот посмотрите какие здесь опять же значки какой тут серый цвет вот если бы в таком цвете было здесь было бы намного лучше и вообще глядя вот на эти значки на этот цвет серый и на эти значки какая-то несостыковка получается дело в том что эти значки этот интерфейс библиотеки он рисовался еще для компас со старым интерфейсом то есть эта библиотека была в 16 версии в 15 и сюда она перешла интерфейс не не изменился и поэтому такая несостыковка я сейчас вам покажу кадр из урока по 16 версии это создание спецификации и в как раз посмотрите там также запущена библиотека материалы и сортаменты и как мы видим те же самые значки то есть вот этот интерфейс дизайн вот этот который был придуман у библиотеки для компас со старым интерфейсом он остался а сам компас изменился вот отсюда и несостыковка еще раз повторюсь что для меня было бы намного лучше если бы вот такой серый цвет был здесь и вот такие вот значки а как вы думаете по этому поводу напишите об этом в комментариях поговорим про жесты мыши я сейчас нахожусь в режиме создания эскиза нажимаю правую клавишу мыши тащу мышку и посмотрите появилась сегментное кольцо и здесь можно выбрать команду это очень удобно не нужно постоянно перемещаться на инструментальную панель вот я выбрал команду прямоугольник создам прямоугольник посмотрите еще одна особенность solidworks при создании фигур можно вводить сразу же размеры вот здесь 50 я нажимаю этап и здесь например 40 все и уже размеры стоят это очень удобно еще одна фишка solidworks это закрашенная контуры эскиза если у вас контур замкнутый то он будет закрашен если разомкнутый то соответственно не будет закрашен и так вы будете знать что контур у вас не замкнут перейдем в компас 3d я нахожусь в режиме создания эскиза нажимаем правую клавишу мыши вверху нас контекстная панель с шестью командами но эту панель можно наполнить командами например мне нужна команда прямоугольник я нажимаю по шестеренке выбирают настроить интерфейс воспользуюсь поиском пишу прямоугольник вот прямоугольник найден нажимаем левую клавишу мыши и тащим и вставляем вот сюда вот прямоугольник мы с вами добавили давайте еще окружность добавим вот окружность команда также и добавим сюда нажимаем ok нажимаю правую клавишу мыши и вот мои команды которые я добавил выбираю прямоугольник и создам прямоугольник из точки начала координат произвольно создаю все прямоугольник создан и посмотрите еще какое отличие я сейчас не могу понять эскиз мой определен или не определен то есть пока не выйдешь из режима создания эскиза не узнаешь вот появился минус это говорит о том что данный эскиз недоопределен то есть объекты эскиза имеет степени свободы давайте два раза кликну я по нему зайду в режим редактирования эскиза и проставлю размеры опять же нажму правую клавишу мыши выберу команду авторазмер и проставлю размеры ну пусть будет 56 и здесь вот 72 вот мой эскиз сейчас точно полностью определен но опять же пока я не выйду из режима эскиз я не узнаю об этом сейчас это 21 версия но в 22 версии уже хотят сделать изменение цвета у объектов которые не имеют степеней свободы эти объекты будут другим цветом подсвечиваться и также состояние эскиза будет здесь вот знак дополнительный добавится то есть если сейчас эскиз полностью определен то есть объекты не имеют степеней свободы здесь будет плюсик прямо здесь вот в режиме эскиз отображаться это все должно быть в 22 версии так что как выйдет обязательно это рассмотрим я сейчас выйду из режима эскиз и вот посмотрите появился плюс опять же зайду в режим создания эскиза линии у прямоугольника свой цвет не поменяли какой был до проставления размеров такой и остался опять же перейдем solidworks здесь я удалю размер 40 и посмотрите здесь вот цвет линии другой у объектов которые лишены степеней свободы здесь цвет черный а у объекта где есть степень свободы здесь цвет синий и также здесь надпись недоопределен если я нажму control z то есть обратно проставлю размер здесь надпись появилась определенный и здесь посмотрите цвет изменился подобные оповещения должны прийти в эскизы в 22 версии компас 3d посмотрим чем еще отличается компас 3d от solidworks эскиз создан я сейчас запущу команду элемент выдавливания появился фантом давайте выдавим на 50 миллиметров вот представьте что по фантому вы увидели что все вас удовлетворят и сейчас не нужно нажимать ok можно запустить сейчас другую команду и это команда автоматически закроется то есть элемент будет создан представим что нам нужно создать здесь отверстие на верхней грани посмотрите я запускаю команду отверстие простое и так команда завершилась элемент создан и я уже могу выбирать грань для создания отверстия то есть создавая элемент запускаю следующую команду вы предыдущую команду автоматически подтверждаете то есть не нужно дополнительно нажимать ok solid works такого нет давайте сейчас опять же вернемся в solidworks я сейчас вот элемент выдавлю вот видите здесь команды неактивны то есть я не могу сейчас запустить другую команду например отверстие под крепеж потому что здесь элемент еще не подтвержден нужно обязательно нажать ok а вот такое отличие есть между этими системами рассмотрим контекстное меню при выборе компонентов у меня сейчас сборка открыта я сейчас нажму здесь где-нибудь правой клавишей мыши открылось одно контекстное меню то есть она в целом относится для всей сборки если я сейчас нажму правую клавишу мыши по верхней плите посмотрите плита выделена и команды которые я буду применять они будут именно применяться верхней плите либо вот к этой грани перейдем в компас я сейчас нажал правую клавишу мыши открылась контекстное меню и нажму правую клавишу мыши здесь 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 посмотрите открывается тоже самое контекстное меню то есть если мне нужно к этому компоненту применить какие-то команды я должен сначала кликнуть по нему левой клавишей мыши а потом правой и вот уже контекстное меню изменилось то есть по сути я делаю лишний клик для того чтобы выбрать компоненты потом применить к нему какие-то команды рассмотрим работу с внешними видами начнем с компас 3d перед вами сборка например я захотел поменять цвет у компонента плита верхняя вот у этой верхней грани это в сборке сделать не получится мне нужно отдельно открыть данный компонент и изменить цвет у этой грани вот видите я кликаю если здесь открыть панель параметры то здесь ничего нет а если я выберу весь компонента уже здесь панель параметры открываться и где цвет можно выбрать цвет я выбираю вручную и сейчас изменю цвет давайте на оранжевый сделан и посмотрите я изменил цвет у всего компонента опять же для того чтобы только у верхней грани изменить вот сейчас я выберу компонент опять же по нему кликнул открою отдельно в окне кликну по этой грани открою панель параметры и здесь можно вручную задать цвет именно у этой грани вот таким образом меняется цвет рассмотрим как это делается в solidworks перед вами сборка опять же кликну я по верхней грани у плиты верхней открылась контекстное меню и здесь сразу можно выбрать внешние виды кликнем посмотрите можно цвет изменить у всей грани у команды бабушка можно изменить цвет у тела и можно изменить цвет у всей модели также отсюда же можно удалить этот свет но давайте рассмотрим как изменить цвет у грани я кликнул открылась панель внешние виды здесь много разных внешних видов есть пластик металл также есть текстуры ну например текстура кирпич давайте я сюда перетащу вот я кликнул присылал текстуру кирпич вот так это все выглядит текстуры в компас 3d тоже есть они появились в 19 версии давайте сейчас рассмотрим как в компас 3d текстуры выглядят опять же кликнул по этой грани здесь где способ задания ниже оптические свойства кликнем по шестеренке здесь задаются текстуры также можно задать рельеф вырезы я сейчас нажму по текстуре открылось окно с текстурами эти текстуры появились в 19 версии больше текстуры не добавлялись но в принципе это не страшно вы можете свои текстуры сюда добавить какие угодно давайте я сейчас выберу текстура кирпич вот она как смотрится ну а здесь я изменю цвет чтоб текстура интереснее смотрелось вот можно вообще белый выбрать вот таким образом вот посмотрите я сделал цвет у верхней грани то есть не цвет а задал текстуру у верхней грани на мой взгляд работать с текстурами в solidworks намного удобнее вот они все передо мной здесь я их вижу как они выглядят в дополнительной папочки я никуда не захожу все они здесь перетащил применил как вы считаете нужно ли в компа среды также где-нибудь здесь справа сделать отдельную панель с текстурами чтобы также можно было перетаскивать на любую грань либо выбрать грань и в контекстном меню выбрать какую-нибудь текстуру напишите об этом в комментариях просто я недавно с разработчиками общался и есть такое мнение что конструктору это не нужно то есть конструктор спроектировал изделие и отдал а уже вот этими всякими текстурами должен заниматься дизайнер как вы считаете нужно ли в компа среды хорошие текстуры чтобы можно было с легкостью менять внешние виды на самом деле сейчас работать с внешними видами не так удобно я кликнул должен на панель зайти здесь еще несколько кликов я должен сделать и так далее очень много времени занимает напишите свое мнение об этом в комментариях на этом я завершу сравнение не сказал еще что в компа среды начиная с 19 версии появилась возможность создавать свои пользовательские панели и наполнять их командами solidworks такой возможности нет вообще это видео я хотел сделать на 10 минут получилось на 20 чем-то в общем тут можно еще много чего сравнивать вот чтобы вы еще хотели добавить в компа среды либо в solidworks напишите об этом в комментариях если вам понравилась подобная тема напишите в комментариях хотели бы вы сравнить создание моделей в компа среды и solidworks создание сборок чертежей спецификаций жду ваши комментарии на этом у меня все до встречи в следующем видео всем пока как ну как и и Продолжение следует...